Понятно, что где-то мы посыпаем голову пеплом, руки иногда не дотягиваются до нас. Потому что расположены мы в городе Находке, территория обслуживания 5 районов, начиная от Лазовского, заканчивая Хокина. Понятно, что где-то, когда-то мы их тоже можем посмотреть. Другой вопрос. Когда сами жители, которые живут, понимают, изнутри видят эту проблему, но, может быть, не знают, куда обратиться. И минимум, максимум, куда они обращаются, это сразу президент. Поэтому ежегодно у нас проходит акция сообщения о такой смерти. Где-то, может быть, и листовки не доходят, не довешиваются, может, телефоны не знают. Понятно, что обсуждают эту проблему где-то у себя на заваленках, на скамейках. И говорят о том, что город завален наркотиками, все ребята у нас наркоманы, в школе наркотики продают. И, в общем-то, проблема это не одного маленького города, да, получается, а все, что есть у нас. И все складывается в одну большую пучку, да. И во всем виновата, начиная от администрации, заканчивая правоохранительными органами, учителями работать и так далее. Вот эти вот проблемы, как бы, мы приехали услышать именно от вас. Да, пусть это... Сейчас мы не будем, может быть, озвучивать четко те адреса, которые вы знаете, где продают наркотики. Всегда у нас, вот на сегодня, буквально два слова, потому что происходит в партизанске. У нас на учете состоит 151 человек с диагнозом наркомании. Ни одного на профучете нет. Но латентный уровень у нас довольно-таки высокий. И мы не единожды на уровне администрации, где она говорила, да, о том, что где-то социальные проблемы, где-то там работа, отсутствие работы сказывается. О том, что наша молодежь начинает, пробует, а потом и втягивается. И самое интересное, что из 151, стоящих на учете, 140 – это лица, у которых диагноз, зависимость от наркотиков опи-инопи, то есть это героинщики. 9 человек, 149, да, 150, сколько там, 15, 11 человек – это потребители марихуаны, составляющие там, конопляя ее производства. Основное – это проблема героинного наркомания на территории городского партизана. Почему? Ну, как бы, мы не делим, не отделяем, мы сегодня увлекаемец, командирный авангард, это единый партизанский городской урок. Хотелось бы, но сейчас представить хочу начальника находкинского комиссионального отдела, Николай Сергеевич Северинов, который вам расскажет, а вы, наверное, нам в ответ, обратный СС, дадите и, ну, те, озвучите проблемы. Может быть, это касается и профилактики, где-то не хватает, где-то незанятость нашей молодежи сказывается. Все это в целом получается вот так криминальная, может быть, обстановка, которая у нас на сегодня есть. Всем здравствуйте. Я начальник находкинского инженерного отдела. Мы обслуживаем также территорию партизанского городского округа, Пазовского района, партизанского района, зато Фокина и город Находка. В принципе, проблемы все насущные, поэтому и было принято решение. Это решение принято, прежде всего, руководством Федеральной службы наркоконтроля, проводим в Приморском крае генерала. Мы проводим такие встречи не просто из-за того, что поступают какие-то жалобы или еще что-то. Мы проводим эти встречи запланированные. Сегодня уже проведена в Владимире Александровской встреча. Запланирована также зато Фокина на Ходкинском и Лазовском районе. Проводим встречи, прежде всего, для того, чтобы объяснить специфику нашей работы, на чем мы специализируемся, довести телефон доверия, рабочие телефоны, через которые можно получить информацию, можно дать и анонимно, и написать какие-то заявления о преступлениях, которые совершаются на вашей территории, как поселка Ублекаминск, так и города Партизанска. Но основательно, то, что, в принципе, главной задачей Управления Федеральной службы в борьбе с незаконным воротом наркотиков это выявление организованных преступных групп, пресечения каналов поставки наркотиков, изъятия значительных фактов наркотиков, наркотрафика, перекрытия как на территорию Лимонского края РФ, так и вывоз из нее, перекрытия синтетичных наркотиков, которые идут из КНР. И, в принципе, это самая главная задача, и такие задачи решаются не так быстро. Мы работаем по всем анонимным сообщениям, которые приходят в телефон доверия на управление, но, как правило, в настоящее время, если брать статистику, то с Партизанского городского округа это очень мало поступает информации от жителей. Жители не хотят идти на контакт, не хотят давать ту или иную информацию, боятся, боятся того, что, как они говорят, милиция всех крышует, еще что-то. Я вам сразу могу рассказать одно, что мы сами заинтересованы выявлять тех лиц, которые занимаются, так сказать, коррупцией, крышеванием тех или иных наркобизнеса. В принципе, это наша специфика работы, мы на этом специализируемся, у нас есть определенный результат уже в этой работе. Буквально за тот год мы уже, пять человек таких были задержаны при поконах, которые занимались наркобизнесом. Продолжение следует...